Оружие получено, инструктаж пройден, приемы рукопашного боя отработаны. Гвардейцы выстраиваются в шеренгу у патрульных машин, руководство оценивает их внешний вид. У каждого при себе удостоверение, специальные средства, каски и бронежилеты. Принесение службы, соблюдать вежливое тактичное обращение с гражданами, неупростительно соблюдать правила дорожного движения и законности, оружие специальные средства принимать как правильную меру, вольно по паршюту задействовать. Главная задача Росгвардейца – пресечь преступления. Статистика говорит сама за себя. Нашими сотрудниками было пресечено более 6 тысяч за административные правонарушения и за преступления. Фонд федерального бюджета был перечислен за охрану более 300 миллионов рублей. Разыскано более 50 человек, находящихся в том или ином розыске. После построения гвардейцы рассаживаются в патрульные автомобили и отправляются на службу. Сержанты Бахадыр Акберов и Александр Матюшкин работают бок о бок уже больше года. Им часто приходилось попадать в нестандартные ситуации. Каждый раз происходит что-то новенькое, так что разнообразие тут есть. Работа для меня интересная. Контингент людей бывает разный, если честно. Разговор прерывает рация. В одном из павильонов на Старозагоре сработала тревожная кнопка. Росгвардейцы на месте уже через три минуты. Здравствуйте. Здравствуйте. Что у вас произошло? Человек обучая случайно нажали на кнопку. Вызов ложный. Едем дальше. В темных дворах промышленного района стражи порядка замечают молодых людей, которые прыгают по крыше отечественной легковушки. А почему мы ходим по машине? Да ну просто ребятам, девочкам показал. Девочкам показал? Да. Что именно? Ну то, что вот они сфоткаться хотели. Сфоткаться? На крыше машины? Ничего противозаконного, я студент. Силовики проверили машину на розыск. Легковушка в угоне не числится и действительно принадлежит студенту. Юноша раскаялся и отремонтировал автомобиль на глазах у изумленных росгвардейцев. Так получилось. Следующий инцидент более серьезный. На ступеньках одного из алкомаркетов двое мужчин. Один из них лежит лицом вниз, не двигается. Перебрал. Характерный запах перегара, невнятная речь с обильным содержанием ненормативной лексики и полная дезориентация в пространстве. Мужчина уверяет, увлекся алкоголем и засоры с женой. Росгвардейцы вызывают скорую помощь и передают незадачливого супруга в заботливые руки врачей. Давай, проснись, я посмотрю врачей. Давай, видя сюрприз. Давайте, мы же сотрудники, мы же тогда договорились, что не обзываться. Давай, переживаю. На этом совместное дежурство подходит к концу. Журналисты отправляются домой, а у росгвардейцев еще пять часов до окончания смены. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События.